Нюрнберг Нюрнберг. Некогда политическая столица нацизма. Здесь, на этом стадионе, происходили закрытия партийных съездов. Это были пышные действия с парадами, шествиями, показательными боями. В 1946 году здесь же, в Нюрнберге, состоится процесс над военными преступниками. Этот фильм о людях и обстоятельствах, о политических решениях, приведших крупнейшей в истории войны. Сначала об обстоятельствах. В июне 1919 года в зеркальном зале Большого Версальского дворца была подведена черта под первой и, как многим казалось, последней мировой войной. Сколько слов о вечном мире было произнесено. Лишь единицы понимали, что Версальский договор – это мина замедленного действия. То национальное унижение, которому подвергся немецкий народ, стало благодатной почвой для разжигания в обывателе чувства гипертрофированного патриотизма и расового превосходства. А в конечном итоге – для утверждения в Германии нацизма. Сегодня это кажется невероятным. Едва ли не все тогдашние политики трагически недооценили фашизм. Не поняли, что он угрожает всему человечеству. Теперь о действующих лицах. Райхсканцлер Германии – фюрер Адольф Гитлер. Еще в 1925 году в книге «Майнканф» изложил теоретические основы создания третьего тысячелетнего Райха. С 1933 года начинает осуществлять их на практике. Для Гитлера не существует принципиальной разницы между советской Россией и западными демократиями. И теми другим нет места в истории. Виртуоз политической демагогии он сумеет долго играть на предрассудках и ошибках лидеров других стран. Премьер-министр Великобритании Невил Чемберлен. Главный идеолог политики умиротворения. Убежденный антикоммунист. Искренне считает себя опытнейшим шахматистом за доской европейской политики и постоянно стремится подтолкнуть германского ферзя в советскую сторону. Премьер-министр Франции Эдуард Доладье. Курс его внешней политики. Фарватери. Политики Лондона. Впрочем, Франция, будучи соседкой Германии по континенту, Острее ощущает реальную грозу фашизма и больше склонна к диалогу с СССР. Иосиф Сталин. Вождь советского народа. Он лично определяет внешнюю политику страны и тактику коминтерна. Канглии Франции, еще со времен Гражданской войны, питает глубокое недоверие и подозрительность. Как политический деятель, беспринципен, склонен к авантюризму. В конце 30-х годов развитие событий приобретает особенно стремительный и напряженный характер. Завершается складывание оси Рим-Берлин-Токио. И наоборот, все больше гаснет надежда на создание системы коллективной безопасности, контуры которой начали было возникать в середине 30-х годов. Под лозунгом «Право нации на самоопределение» Гитлер принимается за передел мира. Все немцы должны жить под немецкой крышей, провозглашает он. И тут же подкрепляет это делом. 38-й год, март. Германские войска входят в Австрию, якобы по просьбе ее правительства. По такому случаю тюрер лично прибывает в Вену. Взглянуть на свою милую родину. Эта замаскированная агрессия подается нацистами, как аншлюз, присоединение. Ощутив полную безнаказанность, Гитлер продолжает территориальную экспансию. Теперь его взоры обращены на чешские судеты. Предлог все тот же. В судетах большинство населения немцев. Народ Чехословакии готов сражаться за суверенитет своей страны. Но правительство под давлением Англии и Франции вынуждено пойти Гитлеру на уступки в интересах сохранения всеобщего мира. Сентябрь 1938-го. Мюнхен. Главы правительств Англии, Франции, Германии, Италии подписывают соглашение о передаче Германии чешских судеб. Мюнхен нанес сильнейший удар по проектам коллективной безопасности. Лондонский аэропорт. Прибыв из Мюнхена, Чемберлен тут же у трапа самолета произносит речь перед собравшимися соотечественниками. «Я привез мир для целого поколения», — говорит он. Эта фраза войдет в историю как ярчайший пример политической близорукости. Не только Чемберлен. Весь Запад ликовал и искренне верил в то, что кризис миновал и что призрак войны исчез с горизонта. Ликовали англичане, встречающие Чемберлены как национального героя. Ликовали французы, встречая после Мюнхена Даладье. Никто даже представить не мог, какие всходы дадут вскоре семена, посеянные миротворцами. Уже через полгода Гитлер решит, что Мюнхенские соглашения исчерпали себя. 14 марта 1939 года. Президент Чехословакии Гаха приглашен в Берлин. Здесь его грубо обвинят в несоблюдении соглашений и заставят подписать заявление, что он отдает судьбу своего народа в руки фюрера германского Райха. Чехословакии, как единого и самостоятельного государства, не стало. Англия и Франция возмущены вероломствами и наглостью Гитлера, но опять отделываются лишь потоками слов. Между тем, Гитлер продолжает реализовывать идею объединения немцев. В том же марте литовский город Клайпеде, в котором проживало в основном немецкое население, включается в состав третьего Райха. Следующий на очереди – вольный город Данцик, по-польски Гданск. И здесь большая часть населения – немцы. Есть в Данцике и свои фашисты, готовые по первому сигналу из Берлина устроить путч. Впрочем, Гитлер хочет заполучить не только Данцик, но и Данцикский коридор, полоску земли, по Версальскому договору, разделившую Германию на две части и обеспечившую Польше выход к морю. Но, в отличие от других стран, Польша не спешит удовлетворять требования Гитлера. Назревает международный кризис. Нацисты поставляют в Данцик оружие. Польша полна решимости. Гданск был, есть и будет польским. Эти и другие заголовки не сходят со страниц мировой прессы. Но Данцикская проблема лишь один из поводов для резкого обострения отношений Германии с Польшей. Причины гораздо глубже. Вопрос о войне с Польшей предрешен. Герлин, апрель 1939. Многочасовое шествие в честь 50-летия фюрера. Сам юбиляр подготовил для себя особый подарок. Две недели назад им подписан план Вайс о нападении на Польшу. В любое время, начиная с 1 сентября. Это последние кадры, запечатлевшие довоенную Варшаву. К концу войны она будет лежать в руинах. Каждый четвертый житель Польши погибнет на полях сражений от голода, эпидемий, от рук нацистских палачей. Каждый четвертый. А пока что люди улыбаются, играют в свадьбы, дарят цветы. Всем хочется верить в лучшее. Под давлением общественного мнения Чемберлин вынужден заявить, что Англия гарантирует безопасность Польши. Соглашение о гарантиях Польши подписывает и Франция. Однако к общему столу переговоров по-прежнему не приглашается Советский Союз. Реальный военный гарант системы коллективной безопасности. Готовность Англии и Франции в случае необходимости прийти на помощь союзнику вызвала в польском народе воодушевление и решимость дать отпор взорвавшемуся агрессору. Но одной решимости мало. необходимо срочно перевооружить армию. Увы, на это нет ни времени, ни средств. Лондон, запозданием получив информацию о состоянии польской военной техники, начинает сожалеть о заявленных гарантиях. Единственное, что еще может остановить Гитлера, союз западных держав с СССР. В июне-июле в Москве проходят политические переговоры с Англией и Францией. Сегодня мы знаем, это был последний шанс перехватить историческую инициативу. И шанс был упущен. 12 августа в Москву прибывают английская и французская миссии для составления военного договора. Камнем преткновения на этих переговорах станет выдвинута советской стороной категорическое условие. Для соприкосновения с агрессором войска Красной Армии должны проследовать через территорию Польши. Англия и Франция обращаются к Польше с просьбой поддержать советское предложение. Берлин нервничает. Согласие Польши резко изменит благоприятную для Германии ситуацию. Гитлер решает играть бабанг. 14 августа германский посол в Москве фон Шуленбурд передает советскому руководству предложение о прямых контактах с германским правительством. Сталин принимает это предложение. Франции в конце концов удается получить косвенное согласие поляков и сообщить об этом Москву. Но уже поздно. 20 августа Гитлер направляет Сталину телеграмму предлагая принять в ближайшие дни Райхсминистра иностранных дел фон Риббентропа. Сталин отвечает согласием. 23 августа в Центральном аэропорту. У гитлеровского эмиссара были полномочия идти на значительные уступки Москве лишь бы заполучить согласие на пакт. Но Сталина не нужно уговаривать. В ночь с 23 на 24 августа были подписаны спешно согласованные документы договор о ненападении и секретный протокол к нему. Надежды на создание системы коллективной безопасности окончательно рухнули. Подписание пактами нападения коренным образом изменило расстановку сил Европы. Гитлером назначен срок реализации плана ВАЙС 1 сентября 4 часа 45 минут. Под ружье призваны все резервисты. Германские железные дороги запружены до предела составами идущими к польской границе. 23 августа в Данциге произошел фашистский переворот. А через несколько дней сюда с визитом дружбы прибывает немецкий учебный корабль Шлезвик Гольштейн. Не только форма капитана тут все своего рода маскарад. В трюмах лежат не учебные а боевые снаряды. И в команде не новички курсанты а опытные военные моряки. 31 августа будет осуществлена разработанная в Берлине провокация. На немецкую радиостанцию в пограничном городке Глейвиц нападут эсэсовцы переобетые в польскую форму. Это станет поводом и сигналом для начала военных действий. Первого сентября на рассвете Шлезвик Гольштейн приблизился к полосту Вестерпляты и открыл огонь по польскому гарнизону. Это были первые залпы новой мировой войны. В тот же день немецкие самолеты бомбили Краков в Катагице в Варшаве. Сухопутные силы вермахта вторглись на польскую территорию одновременно севера, запада и юга. Никакой пощады, тредельная жестокость. Это наставление фюрера нацистские вояки выполнят наилучшим образом. Соблюдая условия договора, Англия, а затем Франция 3 сентября 1939 года объявили Германии войну. Но надеждам поляков не суждено сбыться. На помощь им не придет никто. Пресловутые гарантии безопасности Польши оказались всего лишь привычной дипломатической игрой. Объявив всеобщую мобилизацию и военное положение, Англия и Франция так и не предприняли значительных военных действий против агрессоров. Это чисто символическое бряцание оружием, получило название Странной войны. Между тем Польша истекая от крови продолжала героически сражаться с многократно превосходящим и по численности и по вооружению противником. 17 сентября. Еще еще до того, как под натиском гитлеровцев упадет Варшава, советское правительство отдает приказ частям Красной Армии пересечь польскую границу. Через несколько дней советские и германские войска вышли на заранее обусловленную линию. В некоторых пограничных пунктах даже состоялись совместные парады. Если заключение пакта о ненападении можно как-то объяснить и понять, то этому политическому цинизму нет никакого оправдания. Апогеем его стало подписание договора о дружбе и границе между СССР и Германией, заключенного 28 сентября 1939 года. В карту с новой границы украсил полуметровый ротчерк Сталина. Крот истории роет глубоко, любил говорить Маркс. Действительно, непросто проследить истоки многих важных событий, особенно таких, как Вторая мировая война. Но одно ясно. Люди, принимавшие решения, не смогли трезво оценить опасность, не сумели подняться выше национальных, классовых интересов, амбиций, доктрин. Нападение на Польшу стало первым актом мировой трагедии, которой будет суждено продлиться шесть лет. вскоре война охватит все континенты, 61 страну и 80 процентов населения, живущего на планете. glue продлиться específic ди!" двух mens столбика» « сбр City» «Россиями и в ар Singapore» «Россиями» 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА